Здравствуйте! Вы смотрите программу «Экономис». Как обычно, в этот пятничный вечер мы обсуждаем самые важные события экономики и финансовых рынков, а в первой части программы говорим с нашим уважаемым гостем. Здравствуйте! В последнее время большое внимание уделяется вопросам трудоустройства и построения успешной карьеры студентов и выпускников вузов. И этот вопрос важен как социальной, так и с экономической точки зрения. Сегодня у нас в гостях Ислам Шерифулин, основатель бизнес-кейс-клуба Казанского федерального университета. И его сообщество как раз-таки и занимается помощью в построении успешной карьеры студентов и выпускников. Ислам, добрый день! Приветствую! В первую очередь, скажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, чем занят твой день в твое свободное время? Здравствуйте, дорогие телезрители! Ренат, Дмитрий, благодарю вас за приглашение и надеюсь, что сегодняшняя наша встреча пройдет продуктивно. Если говорить про меня, то, наверное, самый актуальный вопрос – это моя студенческая жизнь. Я сам обучаюсь в Казанске в федеральном университете в магистрской программе в Институте управления экономикой и финансов в направлении общей стратегической менеджмента. И являюсь параллельным руководителем бизнес-кейс-клуба. Это мое хобби, то деящее, которым я занимаюсь уже четвертый год. И эта деятельность прежде всего направлена на то, чтобы студенты в рамках своей студенческой жизни начинали путь от студента к руководителю или предпринимателю. Данная тема актуальна, потому что вопрос трудоустройства, прохождения стажировок или предпринимать деятельности для студенчества является самым актуальным вопросом. И наш проект направлен на то, чтобы студенты решали свои самые важные проблемы в рамках студенческой жизни. Ислам, основная твоя деятельность, как ты уже сказал, это работа бизнес-кейс-клуба. Расскажи, пожалуйста, историю создания твоего сообщества, какова его основная цель и основные этапы развития. Если говорить про создание, я, наверное, расскажу предысторию, почему создавался бизнес-кейс-клуб, какая была стратегическая цель изначально. В 2013 году я участвовал сам в кейс-чемпионатах, крупнейшем по Волгскому чемпионате, который на сегодняшний день организую. Но расскажу предысторию, как это все начиналось. В 2013 году, когда мы собрали вместе команду, это четыре человека, участвовали в кейс-чемпионате, прошли в финал и получили четвертое место. Ты тогда на каком курсе учился? Тогда я обучался на втором курсе. И перед собой я проанализировал, подумал, это были большие такие цели, хотя когда ты получаешь четвертое место, это такая самая больная позиция, когда ты думаешь, почему же не первый, что же сделать для того, чтобы на следующий год, когда я буду участвовать в кейс-чемпионате, победить. И тогда я проанализировал рынок, посмотрел, что в Саратове, оказывается, есть кейс-клуб, других в Самаре, близлежащих регионах, в Поволжье есть. А в Татарстане, к сожалению, в тот день, в то время еще не было кейс-клуба, и я решил создать кейс-клуб, вышел к саратовским ребятам и говорил, как вы у себя создавали кейс-клуб. Они мне рассказали, что есть такая замечательная организация, Национальная лига кейсов Ченджилинч, руководитель данной организации Андрей Сергеевич Алясов. В 2013 году я ему пишу и говорю, у меня вот есть желание развивать у себя вот это кейс-движение, поддержите, пожалуйста, меня. Тогда он сразу говорит, Ислав, без проблем, сейчас перевожу тебя к коллегам, и они тебе уже дадут полную информацию. И тогда я получил полную инструкцию, как создавать кейс-клуб, как функционирует клубное движение вообще по всей России. И вот это кейс-движение началось с целью, прежде всего, помочь студентам побеждать в кейс-чемпионатах. А уже потом, в процесс своей деятельности, я понял, что данный клуб, он не только создается с целью победы в кейс-чемпионатах, он решает глобальные проблемы студенчества. И когда в 2014 году я уже подходил к процессу прийти и победить кейс-чемпионат, весной мне звонит Андрей Сергеевич и говорит, Ислам, не хочешь организовать по-волшески кейс-чемпионат? И вот эти эмоции, они переполняли в то время, и когда ты просто ставил победу, и цели просто глобальным образом изменились. Передо мной появилась цель, это помогать студентам трудоустроиться, прокачивать свои навыки, hard skills и soft skills. Я уверен, что в рамках нашей еще программы мы побеседуем на эту тему. И в рамках вот этой чемпионата студенчество развивает именно те важные навыки, которые ему нужны, как успешному карьеристу, так и хорошему предпринимателю. Ислам, вот ты назвал несколько направлений видов твоей деятельности, можешь коротко охарактеризовать каждый из них, какие задачи перед ними стоят? Если говорить про функционирование бизнес-кейс-клуба, то это порядка восьми отделов, каждый отдел занимается своей задачей. У нас есть отдел продаж, отдел по работе со СМИ, отдел, который называется у нас «Восемь этапов», но мы его превратили в целый проект под названием «Успешная карьера через проект». Вот здесь проект-проект дублируется, но смысл самый глобальный в рамках этой программы. Студенчество проходит восемь этапов и проходит как раз-таки наши отделы. Это отдел пиара, отдел, как я говорил, СМИ, работа отдела продаж, дальше идет работа медиа, арт-директора. И студенчество видит, как развивается проект, как проходят вот эти стадии развить каждый из этапов. После прохождения всех этих этапов они уже начинают думать над тем, может мне тоже создать свой студенческий проект, или же я буду дальше строить карьеру. Я уже в рамках этой программы прокачал у себя определенные навыки, которые мне уже сегодня помогают. И они знают в рамках этой программы различные уже студенческие возможности, которые предоставляют крупные международные компании. Мы им рассказываем, и они этими возможностями в большинстве случаев пользуются и трудоустраиваются, самое главное. Ислам, основное понятие, то есть, как видно из вашего названия, из вашей основной деятельности, это понятие кейс. Расскажи, пожалуйста, что это такое и как помогает студентам развивать себя. Кейс — это методика образования, основу которого — практика. Если говорить про само понятие кейс, это ситуация, актуальная проблема в компании, решение которой будет интересно как для самой компании, так и для студентов. Потому что, научившись решать актуальные задачи, научившись выходить из проблем, мы учимся жить. Потому что каждый день мы решаем проблемы. Бизнес каждый день решает проблемы. Карьерист, тот же руководитель, он ставит стратегические задачи и решает ту же ситуацию. И студенты, когда в команде решают данный кейс, они прокачивают самый важный навык. Это критическое мышление, это умение выходить из ситуации, это понимание, что такое стратегический процесс, как он строится. И, по моему личному мнению, кейсы и методики являются одними из самых эффективных моделей вообще в системе образования. Ну, то есть они применяются как на Западе, так и у нас, начали, да, внедряться, получается, в США, в Европе, теперь и в России. Если говорить про саму историю, да, кейс и методика, она зародилась в Гарварде. Но я, наверное, не скажу, что именно у нас оно начало применяться только недавно. Это говорят, что вот кейс и методика сейчас в России стало актуально. Это Национальная лига кейсов Чейджич начала свою работу в 2007 году. Хотя, вот если говорить про деловые игры, модель деловых игр, она уже давно зародилась в Советском Союзе. И мы первые основали это направление. Просто, может быть, кто-то внедрил дальше и переназвал это как кейс и методика, и начали использовать более эффективно. А у нас забыли про это. А сейчас вот уже заново зарождается, и я буду верить, что в скором будущем это будет один из самых ключевых механизмов самой методики образования. Ислам, вот бизнес-кейс-клуб — это большая команда. Как вы выстраиваете взаимодействие внутри нее? Может быть, у вас есть какие-то принципы определенные специфические в вашей команде и вашей деятельности, которую вы проводите? И второй вопрос касательно планов дальнейших деятельств твоего клуба и твоего личного плана профессионального. В какой отрасли ты себя видишь в будущем? Спасибо большое за вопрос, Аргеннад. Если говорить про систему работы в команде, это, наверное, самый важный элемент вообще всего проекта, бизнеса и вообще карьеры. Потому что уметь работать в команде — это один из самых важных навыков, и я различаю два понятия. Уметь работать в команде и уметь работать с командой. Это два важных понятия. И у нас, благодаря вот нашему опыту, мы изначально работали обычным механизмом. Наверное, большинство проектов, когда начинают, они просто набирают. Вот есть такая идея, ребята, кто желает работать с нами, приходите. Изначально было так. Мы смотрели, собирались, потом уже выстраивали командную работу и начиналось такое движение проекта. Но сейчас у нас выстроена структурная работа. И вот это как раз и проект «Восемь этапов» — это механизм отбора студентов в наш проект. Когда ребята приходят, изъявляют желание, это обычно либо весной, в феврале у нас начинается отбор, и в сентябре студенчество приходит, и мы объявляем, что вот есть программа «Восемь этапов». Кто желает, можете совместно с нами посмотреть, как у нас развивается проект, научиться основным нашим направлениям. Если вам понравится, вы можете начать развиваться в одной из них. Или же можете открыть свой проект, и мы будем вам помогать в этом. Большинство остается с нами, и это уже те ребята, которые понимают структуру деятельности, понимают, как организуются различные мероприятия, как местного масштаба, так и международного. И после этого мы уже выстраиваем вот этот процесс работы внутри команды. И данная команда всегда достигает одних самых лучших результатов. Даже если говорить, вот буквально недавно мы организовали бизнес-секцию по Волжске чемпионата, и все участники остались довольными. Да, если вам это действительно здорово. Ты неоднократно говорил про такие понятия, как «hard skills» и «soft skills». Вот в том числе я неоднократно слышал данные понятия на различных форумах, в том числе от Германа Грефа и других специалистов. Раскрой, пожалуйста, что это значит, вот эти понятия. «Hard skills» — это профессиональный наук. То есть кто-то у нас экономист, кто-то юрист, кто-то бухгалтер. Это вот наши профессии, которые нас должны двигать вперед. Но для того, чтобы стать успешным, параллельно еще нужно развивать свой «soft skills». К сожалению, в рамках студенческой жизни не все студенты фокусируются на «soft skills». Профессионально мы себя развиваем хорошо, но забываем про важные вот эти мягкие науки. А какие они? Это умение работать с людьми, это умение работать с командой, это «presentation skills», communication skills. Вот эти навыки работодатели оценивают при подборе кадров. Они смотрят, насколько, да, ты профессионал в своей деятельности, но насколько ты будешь коммуникабельным, насколько ты сможешь развиваться в рамках нашей компании, и какие плоды ты принесешь для дальнейшего развития нашей организации. Вот это важный момент. Ислан, вот ты сказал уже о применении этих навыков в международных компаниях. Вот в последнее время заметно, что в университетах стали появляться различные информации о стажировках, о программах акселератора карьеры, развития студентов в компании. Можно ли сейчас утверждать о том, что идет нешуточная борьба между международными компаниями за наших выпускников? Я, наверное, уверен, что эта борьба была всегда. Просто сейчас есть такое понятие, как имплойбрендинг. И не все организации пока пользуются данной возможностью. Да, международные компании, они знают многие механизмы в развитии своего бренда среди молодежи. А пока вот среди наших местных организаций это не так популярно. И я даже переживаю за то, что вот многие наши таланты будут уходить именно международной компанией. И вот когда мы проводили в 2016 году республиканский чемпионат, я привлекал наших местных организаций. И мы их развивали, их внутренний. Внутренний наш бренд наших компаний среди молодежи. Это называется имплойбрендинг. Если говорить про программы, да, вот я даже принес для примера, для примера наших местных компаний. Есть международная компания Unilever, и у них есть интересные программы. Они сами разработали, заинтересовывают молодежь данной программы. И таланты, хайпа поколения, про которые сейчас говорят, уходят туда. Почему это так получается? Вот у них есть Unilever Future Leaders Program. Заработный плат 100 тысяч рублей. В течение данной программы студент, если успешно проходит данную программу, в течение двух с половиной лет он работает на разных отделах. Маркетинг, отдел продаж, отдел другие, бухгалтерские учеты и так далее. Если он успешно прошел все направления, он становится сразу руководителем в течение двух с половиной лет международной компании. То есть студенту сразу видны перспективы в этой компании? Хорошие зарплаты, есть программы, все есть. Спасибо за ответ. Ислам, а вот если уточнять, то кого конкретно ждут сейчас в международных компаниях? Я имею в виду, какие навыки и компетенции требует работодатель? Да, спасибо, Дмитрий. Я сам тоже меня этот вопрос всегда волновал. Я думал, что профессионального навыка достаточно. Оказывается, нет. Когда я общаюсь с международными компаниями и прямо задаю вопрос. Я говорю, вы прекрасно понимаете, это отдел кадров, обычный HR. Я говорю, есть soft skills, есть hard skills. При подборе кадров на какое из этих понятий вы больше всего фокусируетесь? Они говорят, когда есть хороший профессиональный навык, это отлично. Но прежде всего мы смотрим перспективы данного кадра. Если у него хорошо развиты именно понятия soft skills, он коммуникабельный, он сможет выйти из любой ситуации, он критически мыслит. И именно международная компания при подборе кадров проводит кейс-интервью. А именно кейс-интервью позволяет узнать, именно насколько у него развиты эти навыки. Насколько он приспособится к данной ситуации и сможет выходить из них. Насколько он сможет сработать с коллективом, его командный дух, насколько развивал этот навык. Для того, чтобы быть успешным, за один день невозможно учиться с работой команды. Это нужно в рамках студенчества уже формировать свой проект, свою команду, смотреть, попадать в различные ситуации. И только тогда мы уже начинаем развивать свои вот эти soft skills. Мы становимся хорошими профессионалами, выпускаемся. Но параллельно, благодаря вот нашей, даже вот этой студенческой программе, мы развиваем свой навык. И этим возможностям нужно просто пользоваться. И после того, когда мы уже выпустимся, подойдем к отделу кадров международной компании. Неважно куда, но будем проявлять себя как эксперта, как профессионала. И параллельно они будут видеть наш хороший soft skills. Тогда они точно задумаются. Вот этот, наверное, кадр точно нам нужен. И он будет успешен не только в карьере, но и в бизнесе, если желать. Ислам, спасибо. К сожалению, мы должны заканчивать, поэтому последний вопрос. Сейчас много говорится о влиянии технологических изменений на рынок труда. Так как вот ты долго достаточно работаешь над, ну, в отрасли карьеры, развития карьеры, помощи студентам, построение успешной карьеры, то как ты их оцениваешь? Как это влияние промышленной инновационной революции сказывается на сегодняшних профессиях? Промышленная революция влияет таким образом, что многие профессии, которые на сегодняшний день существуют, в скором времени их не будет. Если говорить вот про мое направление, которое я обучался в бакалавриате, это бухгалтерский учет. Скоро профессия как бухгалтера, она исчезнет. Остается бухгалтер-аналитик. Это что говорит? Говорит о том, что если мы не будем развивать вот эти навыки soft skills, мы не будем коммуникабельны, мы не будем приспосабливаться к изменениям в данной ситуации, данного рынка, хотя мы были хорошими профессионалами, хорошими бухгалтерами, но, к сожалению, данная профессия настолько автоматизировалась, что весь процесс работы будет делать робот. А что же делать? Ты 4 года обучился, у тебя есть диплом, красный, а, к сожалению, данная экспертность уже не нужна для рынка. Для того, чтобы данной ситуации приспособиться, если ты в рамках студенчества развивал себя, ты умел выходить из разных ситуаций, ты приспособишься, ты найдешь другую профессию, ты быстро адаптируешься к данной ситуации и сможешь развивать себя в других направлениях, и сможешь выйти. Красиво? И этого и советую. Вот есть наша программа, она студенческая, а вопрос был, наверное, финальный, и в завершение я самое главное хочу для студенчества пожелать, чтобы они не фокусировались конкретно к определенной профессии. Мир меняется. И на сегодняшний день нужно искать различные направления. Если мы будем использовать данное направление, будем развивать себя в маркетинге, отделах продаж, будем хорошими бухгалтерами, мы будем хорошими профессионалами, и любое изменение, оно нас не потревожит. Мы будем готовы к этому. И для этого нужно развивать и как hard skills, так и soft skills. Ну что ж, Ислам, большое спасибо за интервью, было очень интересно. Да, Ислам, еще раз благодарю. Во второй части программы обсудим экономическую повестку дня, обсудим итоги Красноярского экономического форума и конкретно коснемся панельной сессии «Российская экономика. Повестка 2017-2025». Итак, мы начинаем вторую часть нашей программы, обсудим итоги экономического форума, который прошел в Красноярске с 20 по 22 апреля. И, Ринат, скажи, почему мы должны обратить внимание на данный форум, в чем его особенности? Ну, в первую очередь, нужно сказать, что этот форум является одним из ключевых для российской экономики, для обсуждения российской экономики и проходит при поддержке правительства Российской Федерации, то есть на самом высшем уровне. Основная повестка форума, конечно же, обсуждение долгосрочной стратегической программы развития российской экономики и внедрение этой программы в реальность. Но ключевой акцент также делается, так как форум проходит в регионе, на региональное развитие, и это в последнюю очередь является важным драйвером роста, внутренним драйвером роста экономики, поэтому акцент на регионы тоже на этом форуме делается. Как мы знаем, в 2018 году ставятся выборы президента Российской Федерации, соответственно, к этому периоду нужно подготовить долгосрочную программу, с которой новое руководство страны пойдет на эти выборы. И программа эта как бы фокусируется на периоде 2017-2025, сейчас потому что акцент делается на более долгосрочное планирование и прогнозирование, чтобы бизнес, экономические агенты в целом приспосабливались к новым реалиям и имели четкое видение перед собой о том, что будет через достаточно долгий промежуток времени. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, в принципе, в этой долгосрочной стратегии, нужно знать, что собирается делать правительство, какие их ожидания, то есть какие реформы они собираются проводить. Второй важный вопрос, как они собираются эти реформы проводить, в каких условиях и главный вопрос, каких изменений нам ждать. То есть как раз-таки мы это и могли услышать в ходе форума, на котором присутствовали различные представители и государственной власти, и образовательных учреждений Сибирский федеральный университет, он очень был активным на этом форуме, представители министерств, ведомств. То есть как раз-таки мы могли услышать от первых уст, какое видение у государства на данный момент по поводу долгосрочной политической и экономической программы. И вот как раз-таки в ходе мозгового штурма на форуме, в главной панельной сессии, было активное обсуждение государственного управления, и не только самого государственного управления, но и его качество. И многие участники называли качество госуправления одним из ключевых направлений развития российской экономики к этому периоду. Как ты это прокомментировал бы? Ну, Ренат, я бы сказал так, что действительно государственное управление, вообще руководство страны задает вектор дальнейшего развития страны, как в политической, так и в социальной сфере, и в других сферах жизни общества. И, естественно, экономика не является исключением, поэтому от качества государственного управления зависит тот уровень экономического развития, которого мы можем добиться. Что касается форума, то здесь поднимались два основных направления. Это кадровая политика и четкое формулирование стратегических целей. То есть участники форума акцентировали внимание на том, что необходимо сформировать такую структуру государственного аппарата, чтобы в нем состояли только профессионалы. Это говорит о том, что в ближайшее время будет меняться критерий отпора госслужащих. Мы это уже видим. Процесс идет, например, если раньше не требовался диплом о окончании магистратуры, то теперь уже он требуется. И, конечно же, необходимо обеспечить постоянную вертикальную ротацию кадров, то есть постоянное движение кадров способно сформировать тот профессиональный костяк, который требует текущей ситуации как в мире, так и в России. Но это все, конечно, теория, на мой взгляд. Конечно, полезная теория. Что на практике? Хотелось бы услышать позицию господина Орешкина, нового министра эконом-развития. Как он будет, перспектива и будущее развития российской экономики? Можешь ли ты это прокомментировать? Если говорить о том, что Максим Орешкин говорил на форуме, то это, как я уже сообщил, это формирование долгосрочной, понятной, четкой экономической стратегии. Минимум на 3-5 лет вперед. Потому что бизнесу нужны понятные условия финансирования, понятные условия ведения бизнеса, четкие макроэкономические показатели и хотя бы горизонт планирования, который будет известен на более долгий период. Он ответил на необходимость, как ты уже отметил, применение новых управленческих кадров, в том числе и в госуправлении, но и, естественно, в других сферах. Сейчас как раз Минокоммунное развитие пробует различные технологии. В случае их успешной апробации они будут предлагать уже ввести их на уровне правительства Российской Федерации. Но главный посыл – это четкая долгосрочная экономическая стратегия. Орешкин акцентирует внимание на предсказуемости условий ведения бизнеса, потому что бизнес позволяет создать три главных фактора, которые способствуют экономическому росту. Это, в первую очередь, формирует добавленную стоимость, во вторую очередь, он создает социальную стабильность и, в третью, конечно же, способствует росту поступлений в бюджет денежных средств. Ну да, действительно. То есть тот же губернатор Красноярского края, Виктор Толоконский говорит о том, что российским предприятиям необходимо повышать свою производительность труда, конкурентоспособность и также увеличивать долю на мировых рынках. Он говорит, что Россия имеет такие естественные преимущества, что мы можем развиваться практически во всех сферах производства и так далее. Не могу с этим не согласиться. Естественно, для этого должны быть проведены структурные реформы. В России достаточно болезненно слезать с нефтяной иглы. И в ходе форума было замечено, что российский бизнес сейчас действует в таких некоторых условиях неопределенности. То есть, приведу пример. Бизнесмены могут не знать, как изменить, например, тарифы на электроэнергию, и когда это произойдет. Или, допустим, какие затратные для бизнеса поправки будут внесены в закон в ближайшее время. Да, вот ты отметил нефтяную иглу. Можно я добавить? Да, конечно. Вот если касаться того процесса, на основании которого сейчас российская экономика действует. В принципе, рост 2000-х годов был основан как раз-таки на постоянных ростах нефтедобычи, постоянном росте цен на это сырье, постоянном росте спроса импортеров российского сырья на внешних рынках. То есть, по сути, мы, как ты правильно заметил, сидели на нефтяной игле. И проблема тут не в том даже, что мы этим пользовались, а в том, что экономические и промышленные мощности, которые были использованы в процессе этого экстантивно-экономического роста, они были сформированы еще в Советском Союзе. То есть, до формирования новой России, новой экономики, рыночной экономики. Сейчас проблема состоит в том, что нужно как-то запустить новый инвестиционный цикл, который будет способствовать дальнейшему экономическому развитию и росту. Этот инвестиционный цикл должен уже основываться не на сырьевой составляющей, а на диверсифицированной, которая будет позволять получать источники дохода из совершенно различных отраслей экономики. Вторая проблема состоит в том, как запустить этот инвестиционный цикл. У нас в России пока еще до конца не сформировался тот профессиональный костяк, который позволит эти инвестиционные масштабные проекты реализовывать. Мы достаточно много видим ситуаций, когда инвестиционные проекты либо задумываются и начинают реализовываться, и проваливаются, либо когда они задумываются, вроде бы на бумаге все успешно, а в жизни их воплотить не получается. Я хотел бы добавить, действительно, ты заметил такую важную проблему, то, что инновации у нас развиваются достаточно медленно. И, как мне видится, это в первую очередь связано с тем, что постоянно меняются условия и законодательство. То есть, например, инвестор входит на рынок на одних условиях, через несколько месяцев условия меняются, и критерии уже совершенно другие. Именно в этом заключается главная проблема. Как мы видим, то есть здесь на форуме обсуждались не только какие-то либо позитивные стороны, но и негативные перспективы России, то есть риски, которые стоят перед Россией, перед отечественной экономикой. Вот как бы ты мог прокомментировать это? Ну, если говорить о рисках, тут более глубокой, тем, наверное, затрагивать надо более широко с другими специалистами. Но добавлю опять к предыдущей своей точке зрения касательно инвестиционных проектов. Проблема, вот опять-таки, мы говорим о долгосрочном экономическом росте. Проблема в том, что эти инвестиционные циклы, инвестиционные проекты реализуются и показывают свою как бы прибыльность и свои экономические выгоды через достаточно большой промежуток времени, 4-5 лет. То есть если мы хотим, чтобы наша экономика выглядела в 2020-х годах уже по-другому, иной, то эти инвестиционные проекты нужно запускать сейчас, то есть в 2017-м году не дожидаясь там президентских выборов, не дожидаясь документального оформления долгосрочной экономической программы. Но это все негатив, конечно, у нас есть позитивные моменты, в принципе, и инновации вроде бы как-то применяются. Есть еще проблема, вот как раз-таки к рискам тоже относится, о том, что у нас в России недостаточно сильно развита инфраструктура в отдаленных населенных пунктах. И стоит вопрос, вот у нас есть инновации, которые готовят нам совершенно новые решения. Вопрос в чем? Вопрос в том, что мы должны тяжелую инфраструктуру сначала в эти населенные пункты принести и потом только надстройку в виде инновации делать. Либо сразу с новыми решениями, с новыми технологическими решениями прийти в этот населенный пункт, как бы их реализовать. Вот. Риск стоит в выборе, как в этом пути развития. Но на форуме также много обсуждалось и вопрос финансирования, да? Да, сейчас остро стоит вопрос о денежно-кредитной политике государства. То есть мы видим то, что стоимость денег достаточно дорогая на сегодняшний момент. И развиваться в таких условиях достаточно тяжело. Поэтому данную проблему также необходимо решать. Да, но здесь вопрос, да, тоже стоит и в экономической стабильности, и экономическом развитии. Что лучше выбрать? То есть поддерживать высокую ставку денег, сдерживать инфляцию, хотя бы иметь низкие показатели экономического роста, либо рискнуть и попробовать добиться экстенсивного и интенсивного экономического роста за счет снижения стоимости источников финансирования. Но это верно, и это тема для отдельного разговора. Мы, надеюсь, пригласим в эту студию макроэкономиста хорошего, отдельно обсудим эту повестку, которую мы сегодня с тобой затронули, касательно экономической стратегии, экономического развития, экономической политики. Вот. На этом, наверное, все. До следующей пятницы. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова